Алина Кострубова Путешественник любитель экстремальных видов спорта И потаенных уголков мира Алина, здравствуйте Здравствуйте Очень приятно видеть вас у нас в студии И первый вопрос, наверное, конечно Как вы решились на такой В чем-то даже, наверное, отчаянный для многих поступок Все-таки это даже опасно для жизни Как говорят специалисты Действительно ли это так? Расскажите нам свою историю восхождения Вы знаете, решилась я буквально за одну секунду И как потом убедилась Что все правильные решения Они принимаются очень быстро Вообще, в принципе, мой интерес к Непалу И не скажу пока к восхождению В процессе уже нашей беседы Объясню более подробно, почему Вообще, в принципе, вот интерес к Непалу-Тибету Возник достаточно давно Еще больше, около, более 10 лет назад И на тот момент я просто не знала Каким образом именно выразится Мое путешествие туда А сама поездка в Непал Это был просто репост одного из молодых людей нашего города О том, что на Фейсбуке О том, что ура, мы идем в Непал И тут же просто секундное вот это вот принятие решения Что да, однозначно я тоже иду в Непал Написала в личку, напросилась Говорю, возьмите меня, пожалуйста Если группа еще не сформирована На что, к моему счастью, ребята согласились Хотя я, в принципе, никого из них не знала И, в принципе, вот все купленные билеты В этот же день И мы решили лететь Но вы ведь до этого все-таки восходили Пусть и на не такие серьезные высоты Но, тем не менее, покорили Педан, Ольховую гору Да, именно из восхождения Это максимально был Педан и Ольховая гора Причем, когда я год назад была на Ольховой горе Я вообще не понимала, что я там делаю Ну, да, красиво, да, здорово Но зачем? То есть, это, конечно, физический труд безусловный Он колоссальнейший Ощущение того, что ты побеждаешь себя Ты приходишь, переступаешь же через физическую немоготу И ты приходишь к той цели Да, оно очень в последующем дает огромный заряд эмоций и энергии Но еще год назад подумать о том, что я буду бегать по горам На такой высоте в 120 километров Ну, наверное, было сложно 120 километров? За период трека мы прошли его до порядка 120 километров И 8 тысяч метров, правильно? Высота бейс-кэмпа 4200 4200 Сама высота горы, да, около 8000 Расскажите, да, тем, кто не совсем понимает до конца Я думаю, это все-таки многие, недалеко не каждый решится Переступить через себя и подняться на такую высоту, покорить ее Насколько это действительно, вы сказали, понятно, что физически это очень сложно Какая нужна подготовка? Может быть, даже не всем это можно по состоянию здоровья? Что нужно учитывать? Потому что кто-то, может быть, также захочет принять ее минутное решение, вдохновиться вашей историей И решиться поехать в Непал или еще куда-либо Но ведь нужно учитывать определенный момент Расскажите Да, естественно Физическое состояние, оно очень важно Убедилась лично на себе Поскольку перед восхождением я занялась вплотную выносливостью своей Спортом я занимаюсь, в принципе, очень давно Но именно в плане вот такой ходьбовой выносливости опыта не было И буквально за неделю до самого восхождения я получила травму, частичный разрыв связок Именно лодыжки и при этом испаление артрита Врачи на что сказали, любой запрет на любое восхождение Вообще, в принципе, ничего нельзя Минимальная ходьба, повязки, таблетки, уколы и все остальное Ну, на что мое решение было уже принято Поэтому как бы на тот период мне ничего, мне кажется, не могло восстановить И, в принципе, подготовка, естественно, как рекомендация, она должна быть Потому что это возможности и горной болезни, которая очень страшная, естественно Это страховка, потому что если что-то происходит, тебя снимают на вертолетах уже Да, и, в принципе, иммунитет, это важно Вы использовали термин «бейс кэмп» Да Расскажите нам подробнее, что это такое, как это базируется Бейс кэмп – это базовый лагерь, да, точно такой же есть на Эвересте Базовый лагерь, дальше которых идут уже только альпинисты С абсолютно альпинистическим снаряжением, это уже восхождение альпинистическое То есть это крайняя точка для человека без уже спецснаряжения и отдельной подготовки Да, 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 абсолютно верно Что из себя представляет бейс кэмп, ну, по крайней мере, на напорне Это деревянный кубрик с учетом того, что температура очень холодная Это примерно где-то 0 градусов днем В горах на высоте 4200 0 градусов ощущается очень холодно Естественно, практически нет никакого отопления Ни в столовой, ни у тебя в комнатах Поэтому спали мы в комнате, сдвинув все 9 кроватей Максимально дышали, чтобы быстрее согреться Например, спальники, грелки, специальные альпинистические грелки Специальное белье, да, для вас хашиста Ну, термобелье, но куртки, штаны и шапки Вот в таких условиях ты там ночуешь сутки Ну, примерно так А ведь там нет средств связи, я так полагаю Вы знаете, вот в этом году в Непале уже практически в каждой ложе есть Wi-Fi Качество его, конечно, очень печальное Но, тем не менее, если очень нужно, то ты можешь его Отправить сообщение, какая-то возможность есть А по рации, да, вообще, наверное, так же осуществляется? Нет, ну, движение между трекерами, да, происходит в ритме Ты в любом случае, чем выше у тебя высота, тем ты идешь медленнее в одном темпе стараешься Потому что каждый сбой темпа приводит к тому, что тебе потом нужно опять раздышаться Это достаточно сложно Поэтому, естественно, ты уже идешь примерно в одном темпе И связь, ты видишь, близ идущего и дальнеидущего человека То есть такой цепочкой Мне кажется, эта нагрузка, она, наверное, несравнима ни с чем, пожалуй Не могу сказать точно Это действительно тяжело Но вы знаете, что самое удивительное Когда ты точно знаешь, что у тебя вот там гора У тебя вон там цель Ты не отвлекаешься ни на что И организм своим каким-то образом настолько собирает все твои ресурсы Что когда, опять же, так было у меня Когда мы подходили именно уже к точке базового лагеря И на этой высоте у меня казалось, что я сейчас побегу Что я просто побегу И, конечно, когда мы увидели Base Camp И при этом ты идешь Последние часа два Это, наверное, состояние такое Когда ты, в принципе, вокруг такой полумарс Потому что растительности уже никакой нет Это еще туман Это еще одинаковый, в принципе, пейзаж Потому что именно на Base Camp В туман ты саму гору еще не видишь пока Ну, опять же, это было так у нас Потому что был сильный туман И в полной прострации То есть ты даже не понимаешь, вообще, как, что Ты просто идешь И вот здесь этот видишь Base Camp Ты не понимаешь, сколько ты уже прошел И просто начинаешь слезы от того, что Круто, все, ты здесь, ты достиг Ты это получил, ты это сделал Это катарсис, да? Да-да-да, это прям слезы Сколько, получается, длилось ваше восхождение? В общей сложности подъем-спуск был 11 дней В принципе, можно выбирать трек более короткий Примерно 7 дней Обычный, стандартный Стандартное количество дней Для восхождения на базовый лагерь Мы взяли больше, потому что мы еще пошли дополнительно Ну, то есть мы два трека совместили в одном Это восхождение было на Пункт Хилл Первое у нас Это высота 3200 Это неимоверно Но сложность в чем? Первые два дня ты идешь только вверх И только по ступеням Да, ступени это, ну, не как в подъездной, конечно, да, вымощенные Понятно А подъездные ступени разные Где-то очень высокие Что еще сложнее, да, собственно Да, на ступенях идти намного сложнее Во-первых, ты выбиваешь суставы Естественно, это лучше идти с наколенниками Однозначно с палками И вот два дня, да, ты идешь вот в гору Именно по ступеням Именно вот вскарабкиваешься Нужно также добавить ко всему этому К сложнейшей физической нагрузке В нагрузку из-за того, что Она увеличивается, так как перепады давления происходят Да Дышать наверняка сложнее Как с этим вообще справлялись люди? Были ли какие-то сложности? Вы знаете, как сказал наш гид непальский Что у нас очень сильная группа попалась И с учетом того, что мы шли каждый еще со своим весом Ну, то есть где-то в среднем это 10-12 килограмм, да, своего, ну, рюкзачного веса Мы укладывались по времени и по расстояниям Больше, чем средние, да, то есть сильнее группа Что касается именно болезней, то все боялись отравиться А получилось так, что желудки крепкие, а вот попростовали Попростовали, поэтому полгруппы у нас шло на антибиотиках, на обезболивающих, да Но тем не менее, вот этот вот маршрут, темп, мы его еще каждый раз увеличивали Что касается горной болезни Да, это действительно так Это достаточно страшно, потому что ты не понимаешь У каждого на определенной высоте Это может начаться у кого-то на 2000, у кого-то на 3, у кого-то на 3500 Симптомы разные, начиная от головной боли, тошноты и поехали, да То есть все, что потом, все симптомы, которые начинаются на высоте там от 3000 Это уже все сводится к горняшке, горная болезнь И, соответственно, дальше могут быть последствия очень серьезные Как мы с этим боролись? Естественно, мы шли, у каждого была своя большая аптечка Именно витаминная аптечка Готовили список профессиональных врачей этих витамин Рассчитывали количество на мальчиков, девочек Плюс где-то примерно на третий день трека Это уже мы стали есть тонны чеснока Это было невыносимо, потому что, ну, представляете, обед, завтрак, ужин – это чеснок А почему? Почему чеснок? Потому что чеснок разжижает кровь Да, и, соответственно, риск наступления, ну, профилактика горной болезни, риск наступления минимизируется Это чеснок, это имбирный чай в больших количествах, в принципе, воды в больших количествах нужно пить в горах Если в средней жизни, там, мы считаем, это литр-полтора, то там, соответственно, 2-2,5 А какой вообще должен быть рацион? Вы сейчас немножечко уже рассказали об этом, да? Есть наверняка абсолютные запреты на какие-то продукты Наоборот, что-то обязательно нужно употреблять в пищу Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее Вы знаете, вот здесь в плане пищи это была катастрофа 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 почему? В принципе, на высоте где-то больше 2 тысяч уже нет мяса Соответственно, это ты берешь с собой какие-то протеиновые батончики спиро-спортивные Ты берешь, слава богу, что в Катманду, что в Пакхаре Это города, из которых начинаются сами треки, да? Есть специальные эти батончики, которые там злаковые, не злаковые Именно для гор, горные Поэтому есть сухое мясо Поэтому, в принципе, если не тяжело нести или несет портер То можно этим всем закупиться Второй какой момент В лоджиях меню, утвержденное правительством Непала Вернее, набор меню уже в таких высотных Но это практически все тесто То есть это жареные макароны Это жареные чебуреки Так называют сприндроллы, но это чебуреки с лапшой и овощами Да Это момо, типа наших дамплингов Опять же, с овощами, с сыром, максимум с тунцом Что из белка, ну омлет стандарт Но в основном это все тесто А это так нужно? Должны быть такие легкие углеводы простые? Или же это просто связано с особенностью? Ну, видимо, да И особенность в том, что это проще готовить Хранить не надо У них очень... Почему нет отопления? Потому что еще на нижних лоджиях Там они хотя бы подтапливают дровами Есть такие печки, где ты можешь согреться Чем выше ложа, все, там уже начинается газ Да газ дорогой Газ они доставляют на ослах Да, еще когда ты идешь по треку Бывает такое, что ты просто не можешь полчаса пройти Потому что идут ослы с газом Либо идет просто тара овец Иногда бывают такие участки Когда ты не можешь идти просто из-за запаха Потому что прошла тара овец Нужно делать привал, да? Это невероятно И, соответственно, хранение в холодильниках Это газ, это дорого И получается, что все, что вот здесь сейчас А что тесто, это вода, мука Вот вся особенность Мне, честно говоря, сложно представить Алина, давайте сейчас сделаем небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор Алина, я знаю, что у вас была в группе Одна особая история Не конкретно у вас, а в группе в целом Расскажите ее Это очень необычно Да, вы знаете У нас была очень особенная группа Потому что с нами был потрясающий ребенок 11 месяцев С нами восходил 11-месячный ребенок Я восхищаюсь маме с папой этого ребенка Потому что взять на себя такую ответственность Не каждый взрослый готов это взять и пойти А еще с 11-месячным ребенком Это шок, если честно, это шок И вы знаете, при этом Я знаю, что за неделю до трека Она точно так же заболела И у нее там был кашель И уже думали, что они не пойдут Но сам трек она вынесла Прям просто потрясающе Да, конечно, когда мы уже там После 5-6 часов Или там 20 километров восхождения Приносили ее, клали на кровать Она просто ложилась И 3-5 минут вообще не двигалась Но тем не менее, это постоянная улыбка Это прям был, знаете, ангел, мне кажется, нашей группы Потому что она настолько позитивная была И на треке принято со всеми проходящими, встречающимися людьми Приветствоваться, здороваться И это приветствие непальское Ну, вообще, в принципе, индусское Намасте Делается вот так И уже, наверное, на третий день Когда все видели ребенка Она еще блондиночка И вот это вот горящие, улыбающиеся глаза И все говорят намасте И она начала делать намасте Вот это было все, конечно И какие бы тебя ни были бы сложности Как бы ты не понимал, что у тебя там Сегодня болит голова У тебя болят ноги Ты уже идти не можешь У тебя рюкзак трет Тебе тяжело, когда ты видишь этого ребенка Все Ты просто берешь и идешь дальше Потому что ты понимаешь, что если идет она и мама идет с ней То ты, как здоровый взрослый человек Просто не можешь не идти То есть никаких истерик, никаких криков Никаких, абсолютно Все было И, естественно, все то, что опять же И блондиночка, и маленькая девочка С ней все хотели таскаться Когда в лоджиях мы отдыхали Ее брали Все Тискали Она была очень счастлива Довольна Выброжала Внимания ей было очень много И, соответственно, как бы истерик, конечно, не было Поэтому, да, вот такая у нас была особенная группа И особенный ребеночек Да, и свой такой ангелок действительно, вы правильно сказали Да, да, да Еще был очень интересный день Очень сложный день Это был уже спуск И на нашем склоне Там был дождь и град Очень сильный Но, знаете, это такой был день Когда ты энергетически Прям ты не понимаешь, что происходит Мы уже по возвращению В Пакхару Узнали, что в этот день На этой же горе С другой стороны Погибло 9 альпинистов Их с малоселью Сель – это что-то страшное Мы видели последствия сели Это просто лед, камни, глыбы Который тебя просто смывает Ты ничего не можешь В лавине ты можешь закопаться В селе ты ничего не можешь сделать И причем один из них Это мировой рекордсмен Он покорил несколько Восьмитысячников без кислорода И вот на высоте всего лишь 3200 их смолосели Да Да, я вот хотела сказать Что, конечно, нужно учитывать Все опасности Подобных путешествий Восхождений Потому что здорово, что у вас Так сложилось Все замечательно Потрясающая сильная группа И вы, видимо, очень выносливый человек Который привык ставить цели Добиваться результатов Но, тем не менее Кто-то, может быть, посмотрит нашу программу Тоже решится Но нужно ведь учитывать Очень-очень многие моменты И понимать, на что ты идешь Так вот Вы говорили, что приняли это решение Сиюминутно Но, тем не менее У вас есть физическая подготовка И я думаю, что обязательно стоит Проходить врачей Перед тем, как Отправиться в такое путешествие Правда, Витя? Вы знаете, однозначно И я бы рекомендовала Это делать Заблаговременно Все-таки Понимать Насколько у тебя Есть ли проблемы с давлением Есть ли проблемы с сердцем Почки Потому что Это все очень важно Как бы не развивался там туризм Такой экстремальный Опасный Но, тем не менее Туризм Есть участки На которых Тебя просто Могут не успеть спасти И, к сожалению Это встречается Это бывает Поэтому здесь Ты должен четко понимать На что твой Организм способен Если собирать с собой Хорошую аптечку И, соответственно Понимать С какой группой ты идешь Это очень важно Ваше здоровье На вашем здоровье Точнее так Будет сформулировать вопрос Как-то сказалось В отрицательную сторону Это восхождение Ну, я имею в виду Есть ли какие-то последствия Которые уже либо Не устранить Да, какие-то хронические Может быть моменты Либо Какие-то травмы К сожалению были Или же все прошло Достаточно Вы знаете Я уже начинала разговор О том, что как раз За неделю до этого Поэтому я в принципе верю Что, наверное 85% всех проблем Со здоровьем Это психосоматика Поэтому здесь Согласна с вами Очень важно То, на что ты себя настраиваешь Как ты себя настраиваешь Что ты говоришь Своему организму На что ты способен На то и будет работать Твой организм Поэтому Конечно Наверное Связки еще не успели Зажить До конца Но заживут Однозначно У них нет выбора Поэтому Я думаю Что все хорошо Вы поставили цель Когда-то давно Еще 10 лет назад Как вы говорили И вы этой цели достигли Расскажите Ваши ощущения Может быть Были приняты Какие-то Судьбоносные решения Как правило Это случается С людьми После подобных испытаний Да Вы знаете Это действительно Места силы 100% Что Непал Что Тибет Решения приняты От мала до велика Что касается Поездки в Непал Я в него просто влюбилась Я в него влюбилась Настолько Что я знаю Что я там буду Еще не один раз Однозначно Я вернусь в Тибет Это даже не обсуждается Также для меня Горы Мы Будучи жителями Приморья Безумно люблю Наш край Я думаю Вы со мной согласитесь Что он один из самых Красивых Несмотря Очень была Интересная история Еще вот такой момент Да В ходе трека Мы познакомились С молодым человеком Он в принципе итальянец Но уже много лет Живет в России И он путешествовал В разные уголки И нашей страны И по многим местам В мире И у него спросили Какое для тебя Какое самое красивое место Он ответил Кавалеровский район Приморского края Очень неожиданно Да А как так Он когда бывал здесь Да Он бывал здесь И для меня Это Ну сказать Что я вот Как павлин Там встала Но для нас Для всех Это была огромная Гордость Потому что Наш край Дисклей очень красивый Но Наши красоты И эти горы Которые ты видишь Там Это конечно разное И когда ты видишь Этот массив гор Когда ты понимаешь Что Что бы ни происходило здесь Сейчас Горы были Есть и будут И они В принципе Очень мудрые Ты чувствуешь От них Безумнейшую энергетику И ты понимаешь Что Особенно в треке Это очень четко понятно Да Когда есть цели Ты идешь Ты не раскидываешься Ни эмоционально Ни физически Ты идешь Очень четко К своей цели И вот Принимать Такую стратегию В нашей жизни Очень важно И тогда Наш организм И наша Психика Будет способна На многие вещи Для меня Когда Я начинала Этот трек Я понимала Что Будут Большие изменения Если я дойду До бесс-кэмпа Опять же Ну Учитывая здоровье И все остальное И когда Уже По восхождению Я для себя Решила Что Мне Пора переезжать Возвращаться К своей семье Семья у меня Вся Находится В центральной части Страны И для меня Это было Знаете Такое Очень прям Сильное решение Что Пора Горы Меня на это Так сказать Я увидела Благодаря горам Да Свою дальнейшую жизнь Именно так Алин К сожалению Нам пора Заканчивать наш разговор Он пролетел Молниеносно Просто Потому что Вы безумно Заряжаете Положительной энергией И история ваша Она очень интересная Я думаю Что вы вдохновили Сегодня Нашим эфиром После нашего эфира Многие очень захотят Переступить через себя Пусть даже не взойдут На очень высокую гору Но тем не менее Может быть в чем-то маленьком Но уже сделают первый шаг Своей цели И достигнут ее Я хочу вас поблагодарить За то, что вы пришли к нам Я желаю вам удачи Желаю новых побед Новых восхождений Спасибо огромное За то, что вы к нам Сегодня пришли Аня Благодарю вас Мне было очень приятно Спасибо вам огромное Спасибо большое Я напоминаю Что это была программа Врина Говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин